здравствуйте дорогие мои садоводы огородники я приветствую вас вы в гостях у елены в моем саду и я снова у своей красивой такой вот пирамидки земляничной как я ее называю вот и посмотрите какая она красивая за несколько дней как она выросла обратите внимание какая прелесть какие кусты большие уже стали она чистенькая вот смотрите какая прелесть вот все хорошо прижились я их подкормила уже снимала показывала но сегодня я хочу с вами поговорить еще об одной теме которая она немаловажная чтобы я могла успеть конечно земляничка у меня клубничка еще не цветет но я хочу с вами поговорить о том как ее обрабатывать потому что возможно могу не успеть снять я бы хотел с вами поговорить чем обработать клубнику потому что многие меня спрашивают чем же все таки обработать клубнику когда у нее есть такое заболевание как землянична значит малиновый земляничный малиновый долгоносик есть такая такое заболевание который заботит всех мне очень много задавали вопросов вот это такие мелкие зверки маленькие такие зверюшки их невозможно заметить самка откладывает яйца значит в не раз не распустивший цветоносы как правило они вот из вытягивает прям вот всю всю вкусняшку то есть они объедают вот эти цветоносы вы может быть замечали как они вот вянут вот здесь вот цветоносы вот в середине появляются и там вот эти пучочки пучочками цветочки и они прям бывает некоторый раз и вот так вот вянут вы наверно замечали вот такие вещи вот они там самка там находится и она вредит объедает всю середину а вот выедает весь весь в этот цветок жуки которые уже значит вывел ну вывелись они уходят потом в зиму уходят потом в землю извините и зимуют в земле и потом опять весной выходят сходят и опять появляются на поверхности и объедают самый вред они наносят это это ужас и потом уходят землю потом опять выходит и опять работает во время бутонизации самый самый большой вред проходит именно во время бутонизации вот обработку нужно сделать обязательно когда бутоны поднимутся на уровне листья вот вот прямо листочки и вот так вот они ну чуть может быть выше может быть я сниму еще и покажу но все равно вы наверное знаете когда бутоны только-только появляется они не цветут еще вот они должны быть вот с листочками на уровне практически вот чтобы еще чтобы эта земляничка пока еще не цвела когда значит бутоны щитком маленькими такими появляется вы наверно знаете позже мы уже их не сможем достать они уже уйдут в землю в почву и будут там делать всякую разную как говорится бяку тогда обязательно нужно это сделать до того до цветения и только до цветения обязательно сделать обработку обработку я делаю искрой искра это очень хорошие она от 60 заболеваний всяких разных годов самое лучшее это искра насколько я уже испытала это лучше искра ничего нет значит это берется одна таблеточка она прямо в этом в пакетике размечить ее хорошенечко потому что она такая нужна большая если кто работал с искрой знает она такая большущая ее можно там раздавить разбить и прямо в пакетике потом выспать в воду в один литр теплой воды для того чтобы она растворилась я хорошенечко потому что она уже у вас в ведре сложно будет растворяться а уже в одном литре теплой водички она раствориться хорошо а потом значит вы ведро наливаете этот литр и опрыскивайте опрыскиватель нужно иметь обязательно с давлением таким купите себе его и это очень хорошая вещь в каждом саду он должен быть вот такой вот опрыскиватель с давлением таким я вам покажу мне тут вот лежит один покажу вам вот и все бутоны обрабатывать и землю вокруг вот так вот и бутоны вот так вот и земельку прям все 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 вот так вот прям вот все все особенно сами бутоны вот тут серединочку очень очень хорошо это все нужно обработать вот и вы меня спросите почему все-таки он называется земляничном малиновый потому что именно вообще правильный бы конечно его назвать значит и вообще правильно он называется малиновые земляничный но я его называю землянич намали ну и почему потому что сначала они очень хорошо работают на земля неки вот потом идут уже на малину потому что 1 появляется Дорогие мои, земляника А потом уже малина И поэтому они работают на этом участке Объедают здесь Значит самка она выводит здесь Всяких жучков, потом они перебираются На малину Вы часто наверное замечали, что малину срываете И там вот эти черники, там можно их потом заметить На ягодках, которые выедают Внутри, это очень-очень заметно Вот это вот Малиновый долгоносик И земляничный Вот И мы значит что делаем с малиной То же самое, тоже этим же мы обрабатываем Обязательно таким же По цветочным почкам И еще вы наверное замечали Хочу с вами тоже поделиться Наверное замечали не раз, что Если кто выращивает лапчатку То эти вредители еще есть на лапчатке Вот И на гравиладе У них гравилад из такой растения У них практически одинаковые такие вот почки Вы наверное замечали, что они раз и высыхают в верхушке И не расцвели Я думаю, что многие сейчас вспомнят Что было такое у них в саду Вот, так что этот вредитель еще на лапчатке И гравиладе У них вот у всех почти одинаковые вот эти почки Вот При всхожести И у них такие же усохшие бутоны Получаются Как получаются на клубничке Это такой вредитель Очень-очень сильный вредитель Пожалуйста, я вас очень прошу и советую Попробуйте искру Сделайте вот так, как я вам Вот это я уже испытала Потому что я очень долго искала Всячески пробовала Это очень хорошее средство И еще потом еще покажу Все же наверное придется снять Показать, как это делать Как я работаю еще с содой Очень хорошо сода тоже работает Ну позже Сейчас уже наверное рано Никто это еще пока не делает Но все же я сниму Наверное, потому что нужно еще показать Многое чего вам Вот, мои дорогие На этом я заканчиваю Как бы свое такое небольшое видео Я хотела показать вам Рассказать Вернее, конечно, показать нечего пока Потому что нет еще цветоносов Но я думаю Знаете почему? Потому что многие задавали вопросы Многие уже Как бы у них уже клубника скоро будет Вот, например, с юга, с Украины Мне много девочек моих задавали вопросы Я думаю сниму вот этот Как бы первую часть Вторую часть уже сниму тогда Когда буду это делать Да, в принципе, на протяжении всего лета Как бы каждым этапом Когда уже ягоды Когда все это Я тоже буду вам снимать и показывать В принципе Раз уж взялась за это дело Как бы Нужно довести его до конца, мои хорошие Так, ну и вот, пожалуйста Опрыскыватель Видите, как он выглядит Вот так вот здесь вот качается Качается И потом вот нажимаешь И он очень хорошо опрыскает Еще лучше иметь чуть побольше Он у меня там сырой С длинной-длинной такой ножкой на шланге Это вообще красота Им можно подлезть Прям приподнимать им же И брыскать Вот Ну, примерно хотя бы Я вот вам такой показала Мне он очень нравится Очень такой Тоже он очень большой Он имеет 2 литра И мне он очень нравится Это горденовский хороший Препаратик, точнее сказала Вот, ну все На этом пока-пока Вы были в гостях у Елены Вот В моем саду Рада была вам подсказать То, что я знаю То, что я умею То, что я испытала на практике Удачи вам И хорошего настроения Удачи вам